СТАКАН Михаил Зощенко. СТАКАН Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила и меня пригласила. Приходите, говорит, помянуть дорогого покойника, чем Бог послал. Курей и жареных утей у нас, говорит, не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, уволю и даже можете с собой домой брать. Я говорю, чая интерес хотя небольшой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добротушно ко мне относился и даже бесплатно потолок повелил. Ну, говорит, приходите тем более. В четверг я и пошел, а народу приперлось множество, родственники всякие, девять тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина, состоящему кверху усиком, против арбуза сел. Только у него, знаете, делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает. А я выкушал один стакашек чая, и не охота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Ты вообще, чишка неважный, надо сказать, шваброй малость отзывает. И взял я стакашек, и это лишь отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил, сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибыл и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай. Я думал, не заметят. Заметили дьяволы. Вдова отвечает. Не как, батюшка, стакан тюкнули? Я говорю, пустяки, Марья Васильевна Блохина, еще продержатся. А деверь нажрался арбузы и отвечает. То есть, как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова его кости приглашает, а неудовы предметы тюкают. А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается. Это, говорит, чисто разорение в хозяйстве, стакан убить. Это, говорит, один стакан тюкнет, другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет. Это что же будет такое? А девять поразит, отвечает. А в чем, говорит, речь? Таким, говорит, гостям прямо морды надо арбузом разбивать. Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорил. Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям. Три стакана и одну кружку разбить, и то мало. Тут шум поднялся, конечно. Грохот. Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему что ли в голову бросился. И вдова тоже трясется мелко от ярости. У меня, говорит, привычки такой нету швабр. Чай ложи. Может, это вы дома ложите, а после нам людей тень наводите. Маляр, говорит, Иван Антонович, в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов. Я, говорит, щучий сын, не оставлю вас после этого. Ничего я на это не ответил. Только говорю. Тьфу на всех. И на гевере, говорю, тьфу. И поскорее вышел. Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной. Являюсь и удивляюсь. Нар судья дело рассматривает и говорит. Нынче, говорит, все суды такими делами заключены. А тут еще не угодно ли. Платите, говорит, этой гражданке, двух гривен и очищайте воздух камень. Я говорю. Я платить не отказываюсь. А только пущай мне этот треснувший стакан, отдадут из принципа. Вдова говорит. Подавись этим стаканом. Бери его. На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший. Ничего я на это не сказал. Только говорю. Передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю. Потому действительно, когда характер мой задет, я могу до трибунала дойти. Я, Терешина Лариса Николаевна, заведующая городской детской библиотеки имени Гайдара, города Великие Луки, Псковской области. Приветствую участников литературного марафона, посвященного дню рождения Михаила Михайловича Зощенко. И хочу предложить вам фрагмент рассказа «Великие путешественники» из цикла о Юле и Миньке. Когда мне было шесть лет, я не знал, что земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал, земля есть круг. И если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю. И все равно придешь в то самое место, откуда пришел. И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал, «Скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать. Но мне хотелось путешествовать. Я подарил Степке перочинный ножик. Степке понравился мой ножик. И он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Лёле, «Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать белье, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно. Хотя бы на это у нас ушел целый год». Лёля сказала, «А если, Степочка, мы встретим индейцев?» «Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен. А которые не захотят идти в плен, — робко спросил я. Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы и не будем брать в плен». Лёля спросила, «Три рубля нам хватит на это путешествие? Я возьму из моей копилки». Степка сказал, «Три рубля нам, безусловно, хватит на это путешествие, потому что нам деньги будут нужны лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать разных мелких животных и их нежное мясо будем жарить на костре». Степка сбегал в сарай и принес оттуда мешок из-под муки. И в этот мешок мы положили хлеб и сахар. Потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки и ножи. Затем, подумавши, положили волшебный фонарик, цветные карандаши, глиняный рукомойник и увеличительное стекло для зажигания костров. И кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. А вот что с ними случилось в лесу и чем закончилось это кругосветное путешествие, вы узнаете, прочитав рассказ «Великие путешественники». Всего доброго! Михаил Зоченько. Собачий нюх. У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко, видите ли, ему шубы. Шуба-то, говорит, больно хороша, граждане. Жалко, денег не пожалею, а уж преступника найду. Плюну ему в морду. И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку еще и не. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища. Коричневая, морда острая и несимпатичная. Вкнул этот человек собаку свою в следы возле двери и сказал «Пссс!» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом. Народ, конечно, собрался. И вдруг к Бабке Феклин с пятого номера подходит и нюхает ее за подол. Бабка за толпу, собака за юбку. Бабка в сторону, собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает. Рухнула бабка на колени перед агентом. Да, говорит, попалась, не отпираюсь. И, говорит, пять ветер закваски, это так. И аппарат, это действительно верно. Все, говорит, находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию. Ну, народ, конечно, ахнул. А шуба, говорю. Про шубу, говорит, ничего не знаю и ведать не ведаю. А остальное, да, это так. Ведите меня казнить. Ну, увели бабку. Снова агент собачищу свою ткнул носом в следы и сказал. Псс, я отошел. Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух. И вдруг к гражданину управдому подходит. Побелел управдом. Упал навзничек. Вяжите, говорит, меня люди добрые, сознательные граждане. Я, говорит, за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои стратил. Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину синевого номера и теребит его за штаны. Побледнел гражданин, свалился перед народом. Виноват, говорит, виноват. Я, говорит, это, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу в армии служить и защищать отечество. А я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня. Растерялся народ. Что думать за собака такая поразительная? А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту. Води, говорит, свою собачищу к свиням собачьим. Пускай пропадает енотовая шуба, пес с ней. А собачища уштут, стоит перед купцом и хвостом вертит. Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и калоши вымухает. Заблекотал купец, побледнел. Но, говорит, бог правду видит, если так. Я, говорит, и есть сукин кот и мазурик. А шуба-то, говорит, братцы, не моя. Шубу-то я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю. Бросился тут народ в рассыпную. А собачище и воздух нюхать некогда схватило на двоих или троих. Кто подвернулся, того и схватило. Покаялись и эти. Один казенные денежки в карты пропер. Другой супругу свою утюгом ткнул. Третий такое сказал, что и передать налогко. Разбежался народ, опустил двор. Остались только собака да агент. И вот подходит друг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент. Упал перед собакой. Кусайте, говорит, меня гражданочка. Я, говорит, на ваш собачий харч три червонца получаю, а две себе беру. Что дальше было, неизвестно. Я от греха подальше поскорей смылся. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие друзья. Сегодня литературный час посвящен Михаилу Михайловичу Зощенко, известному русскому писателю, который прославился своими юмористическими рассказами. Михаил Михайлович родился 10 августа 1895 года в Питере в семье дворян. Но его семья обеспеченной не была. Отец зарабатывал на жизнь талантом художника, а мать до замужества играла в театре. Кроме того, она писала детские рассказы. Писать он начал еще 8-летним мальчиком. Сначала это были стихи, а потом рассказы. Уже в 13 лет он стал автором рассказа «Пальто», первого из многих написанных под впечатлением от неурядек семьи и сложного детства. За свою юность писатель сменил около 15 профессий, служил в Красной Армии и к 1919 году стал работать телефонистом. Он одновременно посещает литературную студию Корнея Чуковского, который уже тогда писал рассказы для детей. Чуковский высоко оценил юмористические рассказы молодого автора, но личная встреча удивила его. Зощенко оказался очень печальным человеком. Михаил Михайлович стал популярным очень быстро. Его книги с 1922 года издаются и переиздаются и уже достигли сотни экземпляров, а фразы становятся крылатыми. Писатель работал на радио, в ленинградских газетах и в журнале «Крокодил». Умер Михаил Зощенко 22 июля 1958 году в Ленинграде, а похоронен писатель в городе Старосестровецке. Михаил Михайлович писал в основном рассказы для детей и уже после Великой Отечественной войны он стал писать сценарий к фильмам и спектаклям. И сейчас мы познакомимся с одним из его рассказов для детей, которые называются «Баретки». Трофимыч с нашей коммунальной квартирой пошел своей дочке полсапожки купить. Дочка у него нюшка, небольшой такой, дефективный переросток в 7 лет. Так вот, пошел Трофимыч с этой своей нюшкой сапоги приобретать. Поэтому как дело в осени, а сапожонок, конечно, нету. Вот Трофимыч поскрипел зубами, мол, такой расход. Взял, например, свою нюшку за лапку и пошел ей покупку покупать. Зашел он со своим ребенком в один коммерческий магазин. Велел товар показать, велел примерить. Все вполне хорошо. И товар хорош, и мерка аккуратная. Одно, знаете, ну никак не годится. Цена не годится. Цена, прямо скажем, 12 целковых. А Трофимыч, конечно, хотел подешевле купить эти детские недомерки. Рубля-то за полтора-два. Пошел тогда Трофимыч, несмотря на чайный нюшкин рю, в другой магазин. А в другом магазине спросили червонец. А в третьем опять червонец. Одним словом, куда не придут, та же история. И нога по сапогу, и товар годится. А с ценой форменные ножницы. Расхождение, в общем. В пятом магазине нюшка примерила сапоги. Хороши. Спросили цену. Делить целковых. И никакой скидки. Начал Трофимыч упрашивать, чтоб ему скостили рубля три-четыре. А в это время нюшка в новых сапожках подошла к двери. И не будь дура, вышла на улицу. Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком. Но его заведующий удержал. Прежде говорит, заплатить надо товарищ. А потом уже бежать по своим делам. Начал Трофимыч упрашивать, чтоб обождали. В печать, говорит, ребенок может быть явится. Может, ребенок пошел промяться в этих сапожках. А заведующий опять свое. Это меня не касается. Я товара не вижу. Платите за товар деньги. Или с магазина не выходите. Трофимыч отвечает. Я лучше с магазина не выйду. Я обожду, когда ребенок явится. Но только нюшка не явилась. Она вышла из магазина в новеньких баретках. И не будь дура, домой пошла. А то, думает, папаня, как пить дать? Обратно не купит по причине той же дороговизны. Так и не вернулась. Нечего делать, заплантил Трофимыч. И сколько спросили, подкрепел зубами и пошел домой. А нюшка была уже дома и щеголяла в своих новых баретках. Хотя Трофимыч ее слегка потрепал, но, между прочим, баретки как при ней и остались. А теперь, после этого факта, может быть, вы заметили, в государственных магазинах начали отпускать на примерку по одному левому сапогу. А правый сапог теперь прячется куда-нибудь. Или сам заведующий зажимает его в коленях и не допускает трогать. А детишки, конечно, довольно самостоятельные пошли. Поколение, я говорю, довольно свободное. Зущенко писал свои рассказы для того, чтобы помочь людям как можно быстрее избавиться от плохих привычек. Открыто иронизировал над ними в своих произведениях. Он абсолютно искренне, всей душой страдал, когда видел, как сквозь хорошее в людях проступает грубость и жестокость. Равнодушие к несчастьям других людей. Вот эти особенности и стали основой его творчества. Читайте произведения этого замечательного писателя. Петя был не такой уж и маленький мальчик. Ему было 4 года. Но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки. Гулять водила за ручку. А по утрам сама одевала его. Вот однажды Петя проснулся в своей постельке. Мама стала его одевать. Вот она одела его и поставила на ножки около кровати. Но Петя вдруг упал. Мама подумала, что он шалит и снова поставила его на ножки. Но он опять упал. Мама удивилась и в третий раз поставила его около кроватки. Но ребенок снова упал. Мама испугалась и по телефону позвонила папе на службу. Она сказала папе, приезжай скорее домой. Что-то с нашим мальчиком случилось. Он на ножках стоять не может. Вот папа приезжает и говорит, это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает. И не может быть, чтоб он у нас падал. И он моментально ставит мальчика на ковер. Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова в четвертый раз падает. Папа говорит, надо скорее вызвать доктора. Наверное, наш мальчик захворал. Наверное, он вчера конфетами объелся. Позвали доктора. Приходит доктор в очках, с трубкой. Доктор говорит Пете. Это что за новости? Почему ты падаешь? Петя говорит. Не знаю почему, но немножко падает. Доктор говорит маме. А ну-ка разденьте этого ребенка. Я его сейчас осмотрю. Мама раздела Петю. И доктор стал его слушать. Доктор послушал его через трубку и говорит. Ребенок совершенно здоровый. И это удивительно, почему он у вас падает. А ну-ка, оденьте его снова. Поставьте на ножки. Вот мама быстро одевает мальчика и ставит его на пол. И доктор надевает очки на нос. Чтобы получше видеть, как мальчик падает. Только мальчики поставили на ножки. И вдруг он опять упал. Доктор удивился и говорит. Позовите профессора. Может быть профессор догадается, почему этот ребенок падает. Папа пошел звонить профессору. А в этот момент к Петю в гости пришел маленький мальчик Коля. Коля посмотрел на Петю. Засмеялся и говорит. А я знаю, почему у вас Петя падает. Доктор говорит. Глядите, какой нашелся ученый-карапуз. Он лучше меня знает, почему дети падают. Коля говорит. Поглядите, как Петя у вас одет. У него одна штанишка болтается, а в другой засунуты обе ножки. Вот почему он падает. Тут все заахали и заохали. Петя говорит. Это меня мама одевала. Доктор говорит. Не нужно звать профессора. Теперь нам понятно, почему ребенок падает. Мама говорит. Утром я очень торопилась, чтобы ему кашу варить, а сейчас я очень волновалась, и поэтому я так неправильно ему штанишки надела. Коля говорит. А я всегда сам одеваюсь, и у меня таких глупостей с ногами не бывает. Взрослые вечно что-нибудь напутают. Петя говорит. Теперь я тоже сам буду одеваться. Тут все засмеялись. И доктор засмеялся. Он со всеми попрощался, и с Колей тоже попрощался, и ушел по своим делам. Папа пошел на службу, мама пошла на кухню, а Коля с Петей остались в комнате и стали играть в игрушки. А на другой день Петя сам надел свои штанишки, и никаких глупых историй с ним больше не произошло.